приветствую на канале asmode play мы играем сибирь первая давайте посмотрим где мы остановились так у нас чё 19 18 а вот здесь мы остановились все правильно так чем мы слона тащили точно так нам сюда давай старый здесь живет так быстрее вручи ему этого слова прошу прощения профессор профессор это снова я профессор я принесла вам кое-что возможно это вас заинтересует посмотрите дайте-ка сюда так фигурка мамонта да это это же кукла ганса верно точно дедушка как же вам удалось господи боже мой я держу ее в руках она существует прошу прощения я я я просто потрясен вот видите ваш ганс и мой господин форальберг это один и тот же человек боже мой невероятно сколько лет прошло как мне благодарить вас дитя мое я не могу тратить ни минуты мне нужно в лабораторию эту фигурку необходимо досконально изучить можно позаимствовать у вас это сокровище детонька конечно ну вообще-то не беспокойтесь мисс я буду обращаться не крайне осторожно но не исследовать ее просто выше моих сил это такое чудо что я готов сегодня же прочитать экспромтом лекцию на эту тему да если вас интересует ганс форальберг вам просто необходимо ее послушать вы так считаете разумеется если вы дадите мне свой номер телефона детонька я позвоню вам перед началом я верну вам фигурку в конце легче даю вам слава все чё так фигурку мы отдали о смотря не потрогал так давайте смотрим что у нас здесь есть окно то крюк крюк мне пока не надо крюка и как понимаю базу или чего-нибудь цепляться надо будет так тут у нас пока ничего нет колбы так это что не туда побежал прошу прощения он с другой стороны кстати тоже шкаф какой-то динозавр а это музыкальная хрень ну-ка я правда да как у нас таких два уже есть так понятно ясненько ну вроде больше ничего нет и тут строку створки бы открыл а где профессор вот сюда не менее у нас дальше проходит так вот смотрите что-то могу сделать пока чего подожди сейчас а это назад идти ну давай я могу что-то химичить или это чё-то чё-то беру что-то взял чё взял порошок из ангела колы это что-то винограда щипцы какие-то щипцы пинцет зачем пинцет я пока не знаю но посмотрим может птицу за шею хватать а может эксперимент проводить так вроде больше ничего нету ладно так профессор ты умный человек ну-ка объясни мне как ягоды как не траванусь скажите если бы здесь бракштадте выращивали савиньон вы бы об этом знали а что вы считаете что здесь есть савиньон я читала об этом в одной книге из местной библиотеки попробуйте спросить у начальника станции если такое растение здесь есть он должен об этом знать вообще-то это он меня к вам послал я удивилась но он сказал спросить у палеонтолога вы ведь здесь единственный палеонтолог верно здесь в единственный странным но я думаю он просто ошибся вот и все мне здесь никто ничего не рассказывает возможно вам стоит поговорить с ректорами в конце концов это они управляют университетом хорошо поговорим ясно большое спасибо рекруты так рекруты ну что ж не буду вам больше надоедать надеюсь я не слишком вам помешала как вы говорите а нет 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 нисколько дедушка нисколько нисколько все ладно так точно все больше здесь стой нет тоже туда все равно туда уйдет я так и думал так с рекрутами поговорить значит хорошо давай поговорим закрыл я с собой двери закрыл упал от слова потрогать можно слова нет ладно так хотелось давай давай беги беги в те двери нам надо вот так все передвижение бегом так это нет они вроде вот здесь находились сейчас на обратном пути посмотрим да здесь они находились ну давайте говорите прошу прощения за беспокойство господа но у меня небольшая проблема проблема сейчас у всех своих проблем знать и земной шар от этих проблем пока не остановился и поезда со станции не прекратили уезжать вы абсолютно уверены что здесь нет амерзонского савиньона я только что говорил с начальником станции и с твоих словам здесь явно что-то не так мы полностью отвечаем за свои слова в барокштаде нет савиньона видите ли мисс амерзонский савиньон это очень редко и прихотливое растение да да природные условия тропиков очень трудно воспроизвести поверьте трудно но они невозможно к счастью наша оранжерея прекрасно справляется с задачей оранжерея так в баракштаде есть оранжерея оранжерея но если бы у нас была оранжерея то это был бы всего лишь маленький садик за зданием станции наш начальник станции им очень гордился бы он бы о нем очень заботился если бы у нас была оранжерея там все чудесно росло бы и исключительно его заботами мы бы очень им гордились да и заслуг нашего палеонтолога мы тоже не забыли бы вот при чем здесь палеонтолог а без него и без его лаборатории мы не смогли бы делать вино и это было бы очень хорошее вино верно коллеги о да восхитительный нектар способный скрасить нашу рутинную работу и тяжелые обязанности мы бы каждый год с нетерпением ждали нового урожая так значит если я вас правильно поняла в баракштаде растет савинин его выращивают в саду за станцией затем под присмотром палеонтолога делают из него вино которое уже в готовом виде попадает к вам на стол если я не ошибаюсь джентльмены это называется подпольный бизнес мисс мисс вы все неправильно поняли мы ничего подобного не говорили зачем такие скоропалительные выводы мы же говорили в сослагательном наклонении вы же слышали если бы так что бы произошло если бы у меня возникло такое подозрение вы могли бы никому о нем не рассказывать я думаю да если бы вы были так любезны сохранить это втайне это ведь всего лишь небольшое предприятие местного значения всего несколько бутылочек в год совершенно верно это даже бизнесом назвать нельзя иначе нам конечно же пришлось бы уплатить штраф так мы можем рассчитывать на вашу тактичность можете не беспокойтесь у меня нет намерений вмешиваться во что-либо так что то мы заговорились посмотрите на часы пора пить чай вы только живете нахрен господи как лечит время благодарим вас за визит мисс спасибо вам джентльмен так уходим 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 все пусть они дальше в обжираться как три толстяка нахрен так давай как из камня сделать парк знает наш гаспар так ну теперь ага теперь то уж мы все знаем где что есть где где а куда мы а дальше а дверь подожди а библиотека в ней там библиотека вспомнил точно там же ничего нет все идем ну вот сюда зайдем давай давай сюда за поворот так нет нет ну это надо будет вставлять так когда вот этот взять эту штуку так это штука застряла знаю надо где-то яйцо на яйцо надо точно где-то взять яйцо ну пойдем так сначала за виноград который растет там где-то а есть был да один тупик тупичок какой-то был один вспомнил да какой-то тупик был там скорее всего виноград и растет так пошли и 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 либо там надо искать как они выглядят это пройди сюда так ладно сюда ну-ка давайте я знаю что где то есть так подождите здесь вот может здесь быть мне туда не попасть так ладно смотрим пока еще ничего не высыпалось ладно тут смотрим нету тогда нажать а вот тогда час минутку подожди должно быть что-то такое где я могу достать мне кажется что-то здесь давай 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 тут что-то растет нет снижение там не знаешь раз это что-то типа виноград это же на дереве должно быть и так столбу примутана там где мне тебя искать а может не здесь ну он там вот еще есть с этим местечко давай давай нет блин ищем ищем где-то нет значит видимо что-то я выпускаю надо по 10 старикам так поговорить попробовать теперь же получается я знаю что эта хрень здесь растет которым скрывались же сказали же не говори надо сейчас только на него наехать простите что отрываю но мне опять нужна ваша помощь вы что не видите я страшно занят конечно если честно не вижу что а ну так я занят ужасно занят ну ладно пара минут у меня есть давай вы меня обманывали все это время вы прекрасно знали что в станционной оранжерии растет савиньон да нет жених не видел я вашего савиньона или как его там послушайте зачем вам меня обманывать я все знаю вы с ректорами в сговоре в лаборатории профессора устроили самую настоящую вина куды да у вас тут целый подпольный бизнес ну этого уж слишком ну да делаем винишко помаленьку но только для себя честное слово как не стыдно вас что не волнует репутация университета а вас давно пора сообщить куда следует мы же ничего противозаконного не делаем откройте пожалуйста ворота в оранжерии конечно конечно без проблем сию минуту вниз пойдем это за ними деть давай блин я говорю блин это что-то не сделал я правда думал что вот это оранжерея оказывается нет вот она оранжерея пожалуйста не беспокойтесь хотите сколько хотите просто хотел сказать я вообще-то не обманщик честное слово мне вилят ну я и и о честь университета надо подумать и начальство уважать вот и делаю что могу да ладно я все понимаю не беспокойтесь спасибо вам мисс так да ты мне нахрен не нужен что уходи без тебя справлюсь блин вот я думал это оранжерея думал здесь где-то а ладно давай давай так это это чего это оранжерея а по мне так это какое-то поле а вот я году он блин тоже видны так вот они все все собрано смотри сколько мороки ради того чтоб заходи заходи оранжерея на заднем дворе я новостью вот он вся оранжерея я могу могу так подел птичек травить так на я достаю и кормлю птичек так кормлю поют честно сказать они же пьяны становятся от этого кукушки кукушки давай наверх наверх пока тем это наверху делать мне надо как я понимаю яйцо забрать которое надо поставить в штуку где-то чтоб включить музыку так вау тут какая-то птица электронная так в чем не достать но у меня есть вот эта штука все достало яйцо ну больше как понимаю здесь делать мне нечего ну я так думаю потом если что приду если вдруг что-то забыл здесь а сейчас я буду действовать по установленному плану все по порядку давай мадам бегите бегите мадам все ускоряйся давай сократили путь хрена стану сократили сейчас хотя я думал честно что сократили ладно что у вас там блин я тут эх ладно мисс мисс можно вас на минутку конечно можно что ну понимаете я хотел извиниться за то недоразумение в общем я вам тут принес бутылочку это барак штатский савиньон хорошего урожая вы уж не откажите в любезности я очень тронута большое спасибо счастливого пути мисс спасибо так ладно так ладно у меня вина подогнали то хорошо прекрасно вот они гладят твою вину давай давай беги так мы прибежали идем дальше да куда бежим мамонты мамонты а там птица какая-то электронов ой нет 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 вот сюда давай соблю зубы и тигры побыстрее побыстрее пожалуйста милочка так ух ты ух ты открыли а так рукой не подержать было так мы зашли а то яйца легко приготовляются вниз даже не знаю что там надо так какие-то ключи что ли надо так рычаг рычаг давай дергай рычаг это маленький а у него какая большая вот блин как бы эта музыка на авторские права бы не нарвалась звук вырезать хотя хотя если я его вырежу так вы его голос мы слышим не будете сожаления хе-хе-хе хе-хе 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 так что ну яйцо бы еще разбилось было для более трагичности так так выходим давайте мне мои деньги 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 так давай быстрее поднимаемся туда шустрей быстрее это понарядней так мне надо давай быстрее там надо за денежкой денежку взять и библиотека мне не нужна а давай сюда ну же ну же ну же прошу прощения за беспокойство господа но у меня небольшая проблема проблема сейчас у всех свои проблемы знательны и земной шар от этих проблем пока не остановился и поезда со станции не прекратили уезжать так деньги господа я починила ваш оркестр он снова играет отличные новости конечно очень очень благодарны мисс да да благодарны будем всегда рады видеть вас у себя что ж теперь наша очередь держать слово сколько вы хотите мисс сто долларов если это вас не затруднит черт ее стране я никак не могу понять что такое мы согласны выплатить вам вышеозначенную сумму теперь можете спокойно уезжать давай все денежки у меня ахахаха кстати когда вы собираетесь уехать да потому что поезд нужно убрать как можно скорее давай все что то мы заговорились посмотрите на часы пора пить чай уже господи как благодарим вас за визит мисс спасибо вам джентльмен давай быстрее уходи смысл от этих троих троглодитов беги беги аккуратней не споткнись такой мешочек с деньгами прям картинный скруджи давай сто долларов господи такая пустяшная сумма за то что пришлось и пережить тут почини там сделать я понимаю что мне это надо но вам же это тоже надо вот тоже грубиян что ты там стоишь кстати кто из учеников был так ой я мне слона когда забирать а хотя мне позвонят сначала лекцию проведут так бежим 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 так извините я прерываюсь ненадолго потому что у меня тут уроки неправильно делают так отдаем деньги и надо бежать наверно шлюз открывать как-то тащить это все дело я не знаю крюк там и для чего-то нужен вот ваши деньги я пересчитала ровно сто а спасибо вы легко достать доллар вы настоящие бизнес леди а ну я здесь не одна такая мы и рады работать с вами теперь вы открыть шлюз или мы не можем помогать а почему вы сами с ними не справились в конце концов на это большого ума не надо она за кого нас принимает конечно мы пытались открыть она не получилась если бы не эти девочки панели управления она чересчур сложная и сделана кое-как он был телефонерин капот капот а что не так то опять мой муж говорит инструкция сложная не понимать руководство да мой муж сердитый очень сердитый а теперь телефон сломаться ну хватит и что вы собираетесь делать дальше мы ждать починитель так а у меня нет времени ждать я пойду и сама посмотрю должен же быть какой-то способ открыть эти шлюзы вот ключ у моряки всегда есть ключ для замок так так кинешь ты мне его или чё блин если бы я не видел сюда он упал хрен бы я потом искал бы там давай возьмем так пойдем эту коробку то с слюзом то я да я видел только как блин открыть там же вот блин есть как он открывается как он закрывается где-нибудь блин как неудобно да когда камера на другую сторону перевела бежала вроде с одной стороны на другую и потом опа поменялось кто кто звонит алло хейт ну как ты там крошка это опять мама я мама ты не вовремя кстати по поводу то чтобы звонить это просто говорю для продолжения игры чтоб она более длинной казалось так будь здоровой спасибо ключ так открыть я не могу перевести эту инструкцию так понятно почему не можешь я не могу я не могу так 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 я не понял как это что такое при возникновении проблем позвоните по этому номеру 2760 блин а записать подождите сейчас запишем так запишем где где ты так 2766 2766 67 42 так ладно 2766 67 42 так ладно здравствуйте здравствуйте центр управления шлюзами восточного округа чтобы начать работу нажмите решетку давай если вы используете гальтенбургский шлюз нажмите 1 если вы используете гальтенбургский шлюз нажмите 1 если вы используете гальтенбургский шлюз нажмите 2 если вы используете варакштадский шлюз нажмите 4 для возврата в предыдущее меню нажмите решетку так 4 если вы хотите поднять уровень воды нажмите 1 если вы хотите снизить уровень воды нажмите 2 для возврата в предыдущее меню нажмите решетку ну давай я не знаю 1 Будет поднят уровень воды в Баракштадском шлюзе. Для подтверждения команды нажмите звездочку. Для возврата в предыдущее меню нажмите решетку. Давай. Ваш запрос принят. К сожалению, в настоящий момент наш техник находится в отпуске, и его некому заменить. Мы ответим на ваш запрос в течение 48 часов. В случае срочной необходимости просьба перевезти шлюз на ручное управление. Приносим извинения за вынужденную задержку. На ручное управление. Так. Ой. Стой. Надо сюда сначала подняться, как я понимаю. А потом уже на это тело наводить. Давай, поднимись. Давай. Поговорим по поводу шлюза. Можно мне вас... Я могу вам чем-нибудь... Вы мне не расскажете, как работает система шлюзов на канале? Шлюзы? Да. Там несколько запечатанных ворот. Ну, много придумано, верно? Это чтобы лодки могли проходить по каналу. Там очень большой перепад высоты. Вроде лестницы. Понимаете? Вот так сидишь на берегу, наблюдаешь... Простите. Я, наверное, неясно выразилась. Я хотела узнать, как открывать и закрывать эти ворота. И как менять уровень воды. Ну, я не уверен насчет точной процедуры. Поезда, баржи, баржи, поезда. Это довольно разная штуковина. Да давай быстрее! Вы мне... Шлюзы? Простите. Но... Я... Не... Не... Да. Так, ладно. Как бы мне бы не поступить-то с вами? У кого спросить? Ну-ка, опять сейчас наберем. Так. А ну-ка, 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 подождите-ка, давайте-ка. Подождите, я знаете, что придумал? Где телефон? Так, набираем. Два. Семь. Шесть. 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 Семь. Четыре. Два. Сейчас, смотрите. Это... Блин, если я правильно думаю, то такая штука может быть. Ой-ой, у меня накопитель вышел. Здравствуйте. Центр управления шлюзами Восточного округа. Чтобы начать работу, нажмите решетку. Так, смотрите, решетку нажимаем. Так, хорошо. Если вы используете Гатенбургский шлюз, нажмите 1. Если вы используете Марфлосский шлюз, нажмите 2. Если вы используете Денинпадский шлюз, нажмите 3. Если вы используете Варакштадский шлюз, нажмите 4. Для возврата в предыдущее меню нажмите решетку. Так, вот сейчас четыре. Четыре, это вот мы потом будем четыре нажимать. Вот сейчас я начинаю догонять. Надо только запомнить, какие цифры записали. Если вы хотите поднять уровень воды, нажмите один. Если вы хотите снизить уровень воды, нажмите два. Посмотрите, видите, вода, воды до хрена. Нажмите решетку. Воды до хрена, поэтому надо снизить, чтобы барша могла пройти. Я даже отсюда вот пишу, видите, воды до хрена. Два, конечно. Будет снижен уровень воды в баракстатском шлюзе. Давай. Для подтверждения команды нажмите звездочку. Для возврата в предыдущее меню нажмите решетку. Потом еще звездочку надо нажать. Хорошо. Ваш запрос принят. К сожалению, в настоящий момент наш... Так, понимаю, все. Как и понимаю, мне надо сделать это вручную, это вот здесь вот ввести. Так. Что там, звезд... Так, решетка. Сорок. Два. Звездочка. Да, вот все правильно, блин. Вот так вот. У-у-у. Ладно. Блин, я что-то думал, это мост. Честно думал, думаю, вода опустится в подвесе, как-то база проплывет. Что-то в этом роде. Здесь мы все сделали. Пойдемте цеплять наш поиск к барже. Бегегегеи. Блин, такие расстояния пробегают. Это пипец. Сапоги новые, что ли, выдать. Давай. Осталось чуть-чуть. Или на барже уж довезла бы, не знаю, как-нибудь. Давай, давай. По лестнице не бегать правильно. Блин, ну тебе можно. На, крюк тебе нужен, нет? Чем ты меня цеплять будешь? Или какие-то ворота ты будешь... Нет, ворота ты, по идее, не будешь открывать. Там же еще как-то... Эй, там, на борту. Готен танк, шейна мадемуазель. Добрый день, красавица. Мой муж говорит. Добрый день, леди. Вы хотите говорить с нами? Ну, конечно. Ну вот, я выяснил, как работают эти шлюзы. Заводите лодку в шлюз, и я запущу механизм. Хот, вердом. Да, систине, эхте лаэдис. А, летва, рожи, али динген. Это просто прелесть. Эй, женщина, скажи спасибо, леди, не займись делом. Как же здорово, что отправишься в путь. Что сказал ваш муж? Вы торопитесь, а вы торопитесь плыть дальше. Ладно, ладно. Встретимся с другой стороны, у поезда, хорошо? Так. Сейчас надо как-то поезд, да, прикрутить к барже. Главное, чтобы не обманули и не уплыли нахрен. А это знаю я их. Блин. Давай, давай, давай. Так, с другой стороны. Мне надо сейчас зацепить. Так, я надеюсь, правильно иду. Давай. Ну. Так. Поезд. Цепляем. Так, куда, куда, куда? Где я? Где-то здесь, да, должен зацепить-то его? Так, как баржи не вижу. А, спуститься, подождите. Давай, давай, спускайся. Где баржа-то? Что-то я не пойму, подождите. Где, где баржа? Так, ну, по идее, она немножко вперед должна проплыть, но на сколько? Давай, беги. Так, это рельсы. Что-то я упускаю, подождите. Так, где ты? Давай, 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 давай. Пойдем. Как мне цепануть? К чему и куда? Мне надо зацепить как-то вот эту всю штуку. Где баржа? Хрюк, знаю, что хрюк. Вот сюда, что ли, тебя цепануть? Или мне поговорить надо с этим поделиться? Хотя, подожди, зачем он не выходит? Ладно. Давай зайдем. Может поговорим. Подскажешь, что делать надо. А, подожди, сюда ты не заходишь. Ладно. Или мне надо там, где я открывал, туда бежать. Вроде бы, как бы, все понятно, все ясно, но как-то и непонятно, и не ясно, ни хрена. Почему он не действует? Оскар, у тебя все в порядке? Да, Кейт Уолкер. Я ожидаю ваших поезд. Этот поезд, конечно, чудо техники. Но то, что механизм работает неавтономно, это большой недостаток, согласись. Боюсь, что я не могу согласиться с этим соображением, Кейт Уолкер. Так. Понятно. Оскар, я пошла. Да? Я пошла, да. Давай быстрее иди тогда. Сейчас тогда пойдем там, где открывали этот люк. Так. Ну, давай, давай, давай. Где, 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 где? Ой. Так. Какой кошмар. Вот так вот бегаешь, бегаешь и не знаешь даже куда бежать. Я тебе уплыли куда-то, твари. Кинули, бросили, оставили. Ты шевелись. Пешком она ходит. Во, вот они, вот они. Подожди, ну-ка, где ты? Так. Что-то я не совсем понимаю, я хоть тут, подождите, я не туда, куда-то бегу, но я их видел. Так. Вот они есть. Так. Теперь. Подождите, давайте тогда закроем шлюз, попробуем. У нас был упуск воды, так, это, ой, упуск, да, воды, чтобы он упал. 42, чтобы поднять, 41. Решетка, если я не ошибаюсь. А как она здесь, ключ. Так, нет. А, как она, 4, 4, 1, звездочка. А, вот, все правильно, блин. Чуть не мог. Не вспотел нахрен. Вот, вот куда вы делись. Вот почему я вас не видел. Лежи ниже будем. Все правильно. Катера так и проходит, поехать будем за водой там. О, блин, о, блин. теперь то уж точно они должны появиться вот блин нет, чтобы посюда пройти давай, поднимаемся стоп, 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 поедем, а выше давай и направо теперь должно что-то либо быть либо мы должны куда-то пойти а мы должны их увидеть давай, где ты? где ты? я пожарил котлеты вот они эй, на борту там, там, боржа на той стороне вы нас еще хотели? так путешествовать по реке это, наверное, просто при... смотрите так, подождите мой муж говорит, ему нравится боржа а ваш поезд не нравится слишком шумно если вы хотите ездить на концертный банк то вы оставаться там конечно что же тогда подожди откуда тебя помощь вот перезадача вы из бракштадт не так вы вроде меня перелетные птицы я здесь застрял что он сказать поезд капу а как нам привязать поезд к барже что сказал ваш муж вы взять и цепь тащить поезд оп от часа это будет значит так значит правильно идем пока товарищи давай давай только не зашиби меня все так если эта штука вообще работать не явно чего-то не хватает разочет вот так значит мы сюда крюк приделываем приделали крюк крюк зацепили вот такая система я что-то сомневаюсь конечно слова действенная предмет ска ну чтож ну вот кстати их заводного механизма потащили вас давай 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 беги блин а мне с той стороны поди бежать надо было нет хотя подожди там там если кости есть то можно насквозь пройти давай кто там алло кейт уолкер у телефона мисс волкер это профессор я скоро начну лекцию о юколах не опоздайте хорошо постараюсь прекрасно мы собираемся в главной аудитории до встречи милая главная аудитория что там еще где-то дверь наверно есть ладно сейчас минутку подожди подожди старый так вы проходи давай проходи давай эту мы систему уже знаем знаем как за заводить эту штуку крутим давай намотали кстати логотип видите человечек логотип игры так и надо убрать теперь и они смотрите-ка сама убралась а то вроде как убирать надо было это кто алло ты где привет тут это блин мужем все нет не жди меня не буду я тебе уйти противный теперь так лет мне надо лекцию послушать о юколах и забрать мамонта блин тут какие-то развалины там вроде как красиво было так все а здесь развалины одни ладно давай мог спрыгнуть могла бы не скользко давай сюда так 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 куда 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 вот так вот так лекцию лекцию к мамонтам идем кстати мамонты 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 ой это волосатые слоны красивый наверно должно быть вот человек тварь такая которая все истребляет не факт что они от холода только умерли может могли бы они жить и долго и счастливо если бы не люди а эти люди оказались нелюдей разберемся где ты извините немножко тормозил метод мину слушает мину это мой почти настоящий так сыр поедает ух какой длиннющий как удав и все растет еще сколько три месяца ему только малышу а сам уже как высоту как восьмилетний ребенок если на заднюю лапу станет ух ты му-ка давай быстрее беги 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 заходи нам надо какую-то там это как он центральный зал или как он называется актовый зал нет не актовый подождите он как-то сказал ну что-то типа центрального или какого-то главного зала так а то как где он может быть куда-то сюда наверно подниматься давай надо же он центральный должен быть а то он будет центральным вот давай вот а раньше вроде туда не поднимался сейчас видите поднимается все ну давай 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 аааа здравствуйте мисс Олкер заходите заходите присаживайтесь еще спит блин мне не терпится начать лекцию давай жги давай 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 дорогие друзья всего несколько часов назад я и думать не мог что в мои руки попадет реликвия которая позволит мне завершить наконец изучение таинственного племени юхолов свет пожалуйста дайте давай кто такие юхолы юхолы это одна из народностей крайнего севера которая известна очень на живут они очень далеко у северных границ удаленность от цивилизации и суровых климатических условий привели к сильному сокращению число эти несколько слайдов является по существу единственным достоверным материалом который измелься в нашем распоряжении что да один русский исследователь выполнил эти рисунки и отснял фотографии около ста лет назад именно ему мы обязаны нашими знаниями о юхолах и их путь насколько нам известно корни юхолы уходят к последнему ледникову путь интересно что следы их пребывания обнаружены в западной Европе а точнее в центре Альпии за последующие столетия этому народу пришлось проделать долгий путь до крайнего севера их последнего места причиной их миграции была сильная зависимость от мамонта мамонты использовались как верховые и грузовые животные служили источником мяса шкур жира и слоновой кости не вызывает сомнения что юхолы находились с мамонтами в взаимовыгодном симбиозе когда ледник начал отступать мамонты стали мигрировать на север а вместе с ними от кочевали и йоги да доисторически наскарные рисунки приписываемые уколом первыми натолкнули меня на мысль что этот народ как-то ухитрился приручить мамонта насколько нам известно это единственное доисторическое пление среди рисунков которого встречается изображение мамонта с наездником можно спины сегодня благодаря этой подлинной фигурке и шкуры мамонта которой я датирую и верхним неолитом я нашел подтверждение своей дефонции предки юхола действительно умели приручать мамонта доисторический человек не обладал буйной фантазией он изображал лишь то что видел эта фигурка всего лишь детская игрушка перестаньте нам разговаривать как мы выяснили существование ее уколов было напрямую связано с мамонтами из шкур мамонтов шили одежду их использовали и как строительный материал для хитр из бивней изготовляли инструменты оружие и украшения известно что исчезновение мамонтов около 12 тысяч лет назад мне сразу сказалось на выйти юхола похоже что этот народ и в дальнейшем существовал за счет мамонтов невероятно но вплоть до начала нашего века юхолы все так же продолжали использовать шкуры и мясо мамонтов да и обработка мамонтовой кости с веками не прекратилась данный факт можно объяснить тем что юхолы нашли способ использовать замерзшие туши мамонтов которые вы забили имеется на крайней силе предположение что они прожили таким образом более трех тысяч лет может показаться правдоподобным однако для научного сообщества которое признание не слишком продвинулась в этом запутном вопросе такое объяснение не является достаточным так в связи с отсутствием достоверных научных данных нам приходится строить гипотезы основываясь на памятниках материальной культуры юхолы впрочем исследовательской отдел который я имею честь представлять на данный момент полностью убежден что все эти легенды не имеют под собой реальной основы это не более чем средством скоротать долгие полярные ночи хорошим примером подобных историй служит миф о слоновом ковчеге изложенный в брошюре которую мы все получили автор согласно этой легенде где-то на затерянном острове усиленном побережье Сибири до сих пор существуют живые мамы что вы говорите а вы между собой так не мешает такой вот пережиток ледникового периода небольшая популяция чудесным образом выжила и просуществовала благодаря заботе уколов более двенадцати тысяч остров на котором якобы живут эти тагические звери Друзья мои я призываю вас не поддаваться искушению и не верить всей этой чепухи острова Сибири нет ни на одной карте а сама идея что мамонты могли дожить до нашей жизни это полностью абсурд да юколы к сожалению я продолжаю юколы к сожалению стали первыми жертвами колонизации центральной Сибири которую проводили русские двадцатые миссии массовая коллективизация в тридцатые годы не говоря уже о тех лишениях и притеснениях которые пришлось вытерпить юколом прервали их древние культурные традиции юноши если вы не прекратите давайте я вас видимо после падения коммунистического режима этому народу пришлось столкнуться с теми же политическими и социальными проблемами что и остальном население Сибири в результате часть юколов отказалась от своих нетрадиционных комей и полностью обрусила другая часть пытается возродить древнюю культуру забытую за годы советской власти в начале двадцать первого века остатки племени юколов вернулись на земли где они обитают теперь и какова их дальнейшая судьба никого не зря само их существование оставалось бы недоказанным если бы время отредни их не встречали в отдаленных поселениях сибирской тундры где они выменивают нужные товары на бивли маму вот собственно и все да на сегодня все благодарю за внимание мишолки пожалуйста зайдите ко мне в лабораторию я верну вам вашу фигурку вы там найдете и фотокопии материалов коллекции если вас это заинтерес конечно заинтересует лекция это хорошая понравилась давай 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 быстрее тут 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 теперь мы выходим из этого аудитории все таки спит нахрен давай быстрее выходим забирать забрать слона и валить отсюда валить вот сюда мне же надо к нему зайти лекцию нам прочли надеюсь вам лекция тоже понравилось лучше чем лучше чем неграмотно это быть хоть как то пусть немножко хоть где то что то правда может это это я я пришла забрать куклу кукла вас ждет мисс волкер пожалуйста берегите ее да не беспокойтесь я и сама начала к ней привязываться а можно вас еще немного побеспокоить что вы говорите а конечно же кейт даже не запомнил так мне так понравилось бракштадте никогда еще не видел такую необычность что вы говорите а да вы хотите сказать что сами водите по так подожди нет это мы так что задача поздравляю вас с великолепной лекцией вы были правы я и не подозревала что мамонты это так интересно интересно да а ведь вы познакомились только с верхушкой айсберга да впрочем если я пробудил вас интерес к палеонтологии мне есть чем гордиться да а Ганс Фуральберг соглашался с вашей гипотезой насчет приручения мамонтов а как ну Ганс ведь не был ученым он был помешан на идее найти живых мамонтов но это уж несколько чересчур да с чем об этом вы не верите что мамонты могли выжить может и выжили мамонты вымерли тысячи лет назад это проверенный факт если в сибири сохранились мамонты то только извините в замороженном виде как вы думаете куда мог отправиться Ганс после брак штата да понятия не имею но не удивлюсь если он поехал искать юколов или то что от них осталось так как бы вы посмотрели на то чтобы снова увидеть Ганса Фуральберга если хотите давайте искать его вместе вместе а вместе я не дослышу вы очень добрая юная леди но боюсь я староват для подобных авантюр ну что ж не буду вам больше надоедать надеюсь я не слишком вам помешало да как вы говорите аааа нет 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 нисколько дедушка нисколько хорошая озвучка мне нравится так слон где где слон бумага это что легенда слонового ковчега глобальное потепление положила конец последнему так это вот то что он читал да так ну ставим на паузу читаем если хотите я вас предупреждал слона забери слон при звуке флейте теряет волю о музыкально кстати надо просто что там звуковой валик из барконштадта надо кстати прослушать его давай беги беги профессор гудьбой пока пока так я думаю сейчас поставим тогда посмотрим куда мы поедем и думаю на сегодня мы закруглим ся только прослушать надо что-то закругляшь у нас оказался в руке его то мы взяли если не ошибаюсь у профессора полема профессора профессора в сундук не шкаф шкафу профессора взяли давай красивые мамонты господи я бы хотел бы чтоб у нас в городе такие же статуи были большие и красивые давай еще раз поднимемся перейдем канал издалека помашем ручкой вот этому начальнику станции и пойдем уходим отсюда вот по идее учеников должно расширяться раз это институт какой-то там супер-пупер учеников должно что-то нет ни одного да эти эти там уплыли нет надеюсь они там врезались в что-нибудь и стоят на большой починке потому что и сами канал не открыли еще и денег блин попросили я за них все сделал еще и денег заработали опять это то же самое вам помочь еще и заплатить за это машину разгрузил не будем об этом надеюсь там шлюз открывается сам шлюз не знаю для железной дороги это шлюз или что так сначала давайте валик прослушаем новая история Ганс у меня Ганс у меня грустные вести отец мертв в прошлое воскресенье он верно скончался во сне мне так одиноко с тех пор как ты уехал отец сильно сдал мне приходилось заботиться обо всем следить за домом вести дела на фабрике управлять рабочими договариваться с клиентами обо всем а теперь понимаешь я теперь не знаю ради чего все это настали тяжелые времена эта ужасная война не приносит ничего кроме горе и разрушения автоматы теперь никому не нужны меня поддерживает только надежда на твое возвращение к твоему приезду я превращу фабрику во дворец достойный твоего гения пожалуйста береги себя я тебя очень люблю а сейчас туда же на полочку уберет как я понимаю все звуковые файлы хранятся там у меня их на руках нету если чем хотите прослушать берите и слушайте мамонтова спрашивать по поводу отправки так у тебя все в порядке да кейт уолкер я ожидаю когда когда мы в путь кстати о механике а нет у нас других неполадок о которых мне стоило бы знать данный поезд я смотрим а ладно куда сейчас поедем посмотрим видео пожалуйста дверь закрою дверь закрою ворота поднимаются вот так вот так подобный механизм как ворота там показаны нечто у бэтмена такое было бэтмена да у меня вот это там где на льдине плавать там нахрен эти сети спирали что-то да похоже такие же такие же шлюзы были как здесь вот поезд не проезжает так надо выйти как я понимаю и что-то сделать так а вот сюда я еще не был Оскар что ты тут делаешь нам необходимо выполнить все таможенные и железнодорожные предписания Кейт Уолкер Оскар тебе не кажется что об этой чепухе давно пора забыть чтобы пересечь границу нам необходимо выездная виза Кейт Уолкер ты можешь хотя бы сказать где мне достать эту бумажку как правило для выдачи виз существует специальное учреждение расположенное на пограничном посту а ты какой пост ладно подожди так и занача тебе не кажется что мы и так достаточно времени зря вы недостаточно быстро отыскали заводник какая выдержка а ты между прочим отказался мне помогать вдвоем мы в сто раз быстрее управились согласен Кейт Уолкер если бы у тебя шестеренки не съехали на твои инструкции мы бы тут не задерживались я не полностью убежден в этом Кейт Уолкер ой господи Оскар ну пожалуйста поехали хорошо Кейт Уолкер дайте мне визу пожалуй я так понимаю с визой ты мне не поможешь ваше понимание абсолютно так ладно не па до свидетель и че тут туда смысл идти а здесь что есть аааа подождите а мне куда можно зайти туда или туда ну ка пойдемте туда здесь потому что если он сидит давай шевелись давай шевелись так ой это я куда попал так туда карточку сувать какую-то надо что ли на выходе так кто звонит алло кейт ты рассказывай что у тебя так иди ка ты нахрен ну и подружки и того подобное так сюда можем пройти так понятно закрыто ух ты целая стена такая давай поднимемся посмотрим кстати похож на лицо так что у нас подождите посмотрим что здесь можно взять подождите что то сделать надо разбитые очки если это очки капитана у него явно проблемы со зрением так понятненько бутылка вина у меня нет времени у меня у меня понятно ладно давайте потом посмотрим сначала поговорим с этим чудиком ну добрый день сэр давай поще капитан малотеста командующий барак штатской пограничной заставой к вашим услугам мэм блин точно баррель чтобы ехать дальше на восток мне нужна виза мне сказали что ее можете выдать только вы верно за визы отвечаю я но сейчас я перестал выписывать визы пересекать границу теперь нельзя почему а почему это слишком опасно особенно для такой леди как вы которая к тому же путешествует без охраны опасно почему капитан враги микс враги я уже несколько лет наблюдаю за ними в телескоп там стоит конный воин это разведчик вражеской армии он шпионит за нами поэтому то я всегда на страже он знает что я знаю что он здесь понимаете и пока я за ним наблюдаю он не будет ничего предпринимать вы уверены да вы сами взгляните ну давай смотрим не возвращай разумеется смотрим что мы там видим где ты курсор так мне что-то надо нажать да или что-то странно не вижу никакого казака только сухое дерево да у капитана явно проблемы с глазами понятненько так ладно давай может сейчас нам это как-то надо проблемы с глазами разбитый так мне почему-то порошок а а пить я не могу да ладно полковник капитан мисс ну вы так внушительно выглядите вы мне льстите к сожалению о нас скромных пограничниках высшее начальство часто забывает ой да не только о вас нет справедливости в этом мире я сочувствую вам капитан давайте же на время отвлечемся от наших горестей и выпьем хорошего вина я бы с удовольствием мисс но это запрещено уставом один бокал еще никому не причинил вреда к тому же никто не узнает давай соглашайся мисс вы ставите меня в крайне неловкое положение не стоит быть таким аскетом капитан ну всего один бокал уверяю вас это превосходное вино ну может быть совсем чуть-чуть детей много-то никто и не предлагает какой еще вот писем важный такой нос задрал вот ваш бокал ваше здоровье капитан ваше здоровье витамина ему насыпало ну кто ж так вино то пьет давненько я не пил вина в такой превосходной компании вы правы оно превосходно вот-вот даже не верится что оно местное верно? его готовят из амерзонского савиньона который растет в оранжерее на станции так так значит университетское начальство припрятало такую роскошь для себя а ты как хотел вы знаете капитан мне просто необходимо проехать дальше на восток даже и не просите об этом я ведь говорил это крайне опасно враг не дремлет какой враг а может быть ваш казак это вовсе не то что вы предполагали может быть это просто сухое дерево странной формы попробуйте посмотрите еще раз кто знает попробуйте капитан пожалуйста ну ладно только ради вас прекрасные леди но честно говоря мне это кажется сущей нелепостью ничего переживешь давай высокомерная гнида всадник это мерещится ну невероятно как это могло произойти мистика какая-то как я мог так долго ошибаться разведчик это просто дерево господи мне так страшно остыдно ничего страшного капитан все мы иногда делаем ошибки дерево просто сухое дерево возьмите себя в руки капитан все в порядке надеюсь теперь вы сможете выписать мне визу да конечно опасность ее больше нет все эти годы а теперь он исчез и следить теперь не за кем охренеть так это же прекрасно вы теперь не привязаны к своему посту через границу снова будут путешествовать люди вы сможете заняться прежними делами выписывать визы да вы правы я сейчас же выпишу вам визу тысячи извинений мисс пожалуйста да ой 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 так разрешение на пересечении границы настоящие документы право подать или пересечь границу с багажом через так за пределами крепления путешествия по восточной территории могут быть связаны с неожиданностями представлять опасность следствие этого власти заставить так не могут гарантировать путешествия физическую безопасность и снимать себя всякого ответственного случая возникновения любых неподвижных обстоятельств спасибо капитан и больше не поддавайтесь обманам зрения мисс можно этот инцидент останется между нами понимаете это вопрос моей чести обещаю вам капитан и все равно здесь все мутные кроме профессора палеонтолога ну правда вас всех понять можно тоже так он единственный кто здесь действительно честный давай беги там еще вниз спускаться блин я думал здесь хотя бы что-нибудь где-нибудь будет ну нет если бы где-то что-нибудь было бы мы не хрена бы устали бы искать на каждых задворках вот здесь я думал что-то вставлять надо видите оказывается ошибся немножко открывай так сюда мы сможем зайти нет без полезно за он еще там и заперся скотина давай где где там бумажка ваше про так Оскар тебе не как вы как согласен если будете я не даже так определитель грибов вот выездная виза давай подавай ему вот тебе виза все правильно я надеюсь а чему ты это принимаешь из своих людей ищут все правильно прошу вот ваш билет чего билет поезд механический железной дороги пункт отправления бронеток у меня уже ну ладно желаю вам счастливого пути только мат на устах так мы можем ехать наконец да мы уже сильно отстаем от расписания сам виноват сам же виноват ой 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 железяка кошмар кошмар ну ладно хрен с тобой золотая рыбка так а мне что место назвать или просто войти задача поехать ваш билет блин ты тварь такая ты меня бесишь уже пожалуйста оскар еще смотрит сам же выписывал благодарю вас кейт уолкер теперь займите пожалуйста свое место да оскар как скажешь оскар ой у бабы просто ангельское терпение как она не психует не орет на него но правда душить его тоже бесполезно железяка наконец-то выехали давай крути крути так это чё это ворота поднимает или что да это ворота поднимает или что да это ворота поднимает Противонесом. И тем нестая конструкция, а эти объемы с этим вот ими так стоят в воду. Смотрите, просто приятно. Да, вот сухого дерева. Вышли бы давно, чтобы еще было. Так, это что, то ли свечки, то ли свечки. Да, это же дерево, дерево Павло. Какой-то город или что-то, жовут какой-то. Приехали, приехали. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся уже в следующем видео. Пока!